1983 год. Время непростых и обостренных отношений между СССР и США. В ноябре этого же года в Западной Европе должны будут пройти учения НАТО. Данные ракетные учения были восприняты СССР с неистовой силой опаски. Начальство принимает решение, не сидеть сложа руки, а начать осуществлять ряд волевых решений. Поэтому была поставлена задача строить диверсию, уничтожив пару ЗСУ М-163, базирующихся на базе Клайн Зисбек. Еще немного от себя добавлю, что в конце миссии, когда уже дело будет на такой некой финальной стадии, немножко меня смутило, что вроде бы по заданию нужно уничтожить именно вот эти вот ЗСУ с вулканами, которые находятся в большом ангаре. Но немножко заспойлерю, атака, когда ворвалась на базу, по факту эти ЗСУ никто и не охранял. Они просто стояли в ангаре, то есть, по сути, миссия, наверное, могла этим завершиться. Ну, можете что-то купить, потому что именно в задачах стоит, именно в задачах стоит именно уничтожение машин. Вот. Но как таковой прям охраны, охраны в этих, в этом ангаре этих машин я чуть не увидел. Ну, может так получилось, вот. Может так получилось, но, тем не менее, приятного просмотра и увидимся. Так, ну что, смотрим. Красная сторона у нас. Атака, синяя оборона. И красным необходимо уничтожить первым первоочередным это зенитное орудие. У нас получается М-113-й, по-моему, вулкан. М-113-й вулкан, если я не ошибаюсь. Да, вот они стоят. Но их необходимо уничтожить. Не знаю, ангар-1, скорее всего, в одном ангаре находится все. Вот. То есть, синим в обороне необходимо оборонять базу. Синим необходимо оборонять базу. В обороне. Вроде бы у них ничего нету, только пехота. А у атаки есть отделение с глушителями. Плюс есть расчет АГС у них. Начинают стрелять. Не знаю, видели, кого не видели, либо просто пристрелочный в сторону базы дают. Ну, довольно-таки близко первые выстрелы легли, скажем так. Возможно, они даже противника не видели. А вот сейчас они себе обозначают. Пошли заливать. Агресс пошел работать. Чуть-чуть не долетает. Чуть-чуть. А теперь пока нету. Но снайпер сейчас может пристреляться, и так и так пуля кого-то может достать. Пошел ответ. Пошел ответ. АГС стреляет еще. Нет, АГС хорошо пристрелен, но, опять же, слишком плотные укрепления. Это нужно прям постараться, прям куда-то вот в заднюю стеночку попасть. Нужно постараться в заднюю стеночку попасть, чтобы достать их. Потихоньку отделения атаки сближаются. Вообще, по-моему, почти по своим стреляли. Вообще, проходят. Кстати, окопы уже. Все, противник. Противник. Все, выдал себя. Убили одного. Это что такое? АПЛОДИСМЕНТЫ Так, пока у нас остальные в бою не участвуют. Причем это снайпер остался, у которого сейчас, у него прям под боком пехота ходит. Гранаты пошли, пистолет взял. Все, еще гранату добавили туда. Все, окоп зачищен. Ну, что сказать, разменялись они, получается, три в два. Получается, у противника с этой стороны открыт подход к базе. То есть, не знаю, пойдут ли они. Мы-то с вами видим, да, что они могут и уже сюда пробегать. То есть, все отделения-то находятся у нас, получается. Вне базы сейчас. Все, заштурмовали. Что-то они не пытались отступить. Плохо, конечно, что их никто не прикрывал. Ну, то есть, к ним отделение атаки просто вот зашло к полюсу. Прикрытий никакого не было. То есть, не знаю. На вышке, конечно, стрёмно сидеть. Но можно было бы кого-то увидеть, пострелять. Хрен знает, не знаю. Здесь, в этом доме, не посидишь. Мест таких особо нету. Вот вышка была. Ну, не знаю, ладно. Смотрим, как есть у нас. Ох, как могла сюда ракета долететь. Есть АГС. По-моему, он у спокса был. Если они, конечно, его там не оставили. Ну, вот. Пока потерь нету такой. Дальний бой идет. Много деревьев особо так, ракета не пролетит, конечно, вдаль. Убили кого-то. Еще одного убили. Находился вне укрытия. Прямо ГПшка прям за спину упала. И еще одно. Получается, все потери, которые это вот в неукрытии находятся. Так, у нас потихоньку светает. Потихоньку у нас светает. Хорошо, ГП сработали, убили еще двоих. Отделение у нас выдвинулось. Ну, смотри, если в окопах они затянуты, атакующие, то могут серьезные потери понести, если оборона прям к ним зайдет. Тем более, местность позволяет. Много зелени. Тоже на ближний бой будет. Снайпер сидит. Так, смотрим за продвижением. Получается, у нас тут атакующие закрепились. Остальные силы пошли обходить. Если по карте посмотрим, они, получается, по восточной части начали южнее проходить. Сейчас вот будут двигаться. Наверное, скоро бой завяжется. Ну, вот это жесть может быть вот с этой стороны. И оборона отступила к домам. Начали перестреливаться. Убили одного, разменялись. Посмотрим, что здесь происходит. Они, получается, их увидели, что ли? Вообще, мы увидели их. Не получилось у них обойти. Не получилось у них обойти. Получилось обойти. Тут, получается, в обороне отделение потери несет. Но, в общем, пока атака прям прессует со всех сторон. Тринадцать на двадцать восемь. Тринадцать на двадцать восемь. Общи шансы не дают. То есть, вот тут, тут могли, конечно, хорошо зайти, но, видать, их спалили. Но, видать, их спалили. И сейчас вот пошло отделение, отделение на поиски. Группа пошла на поиски. Перенесемся. Лежит. Ну, сейчас. Не ожидает, не ожидает. А тут уже получается. Вот он, вот он. Перед глазами ходит. Ой, ой. Он в плен и сдается. В плен сдается. В плен сдается. Все. Связали его. Все. В плен взяли. Знался в плен. А-а-а-а-а. Блин, сдался. Ну все, сейчас буду что-то с ним делать. Сдался в плен. Расстреляет его? Не знаю. Ну как-то. Ну как-то неинтересно. Ну как-то неинтересно, что-что-что это. Ладно. 11 на 27. Очень серьезные потери оборона понесла. Прям... Прям пока без шансов. Тут уже прям напрямую пехоту в атаку идет. Китают дымы. Ворона слишком мало, они уже прям не ожидают. Тут уже какие-то осветительные пошли. Все. Просто несутся вперед. Пошли все закидывать. Все. Или возит. А, не прикрой, не прикрой, не прикрывают. Просто штурм идет. Заходят вовнутрь. Слушай, ну, я не знаю, они понимают, что там с той стороны вообще свет, там дымы, они прям накидали. Посмотрите на это. Прям все задымили. Верно. получается штурм на спасение выживший идет идут идут в дом сложили ну тут прям вообще как-то без шансов